Я очень рад, что тема войны в Израиле все равно остается одной из топ-тем в Украине, несмотря на войну России против нашей страны. Наши зрители все равно всегда очень активно поддерживают Израиль, пишут много комментариев. Традиционно, в начале, господин Тамарий, я делаю это каждый раз. Примите, пожалуйста, мои слова поддержки в это сложное время. Спасибо большое за эти слова. Я знаю, что они искренние. Я получаю очень много слов поддержки в комментариях от своих слушателей из государства Украины. Я со своей стороны хочу пожелать всем гражданам Украины стойкости, оптимизма и уверенности в победе. Я уверен, что вы победите. В победе Израиля тоже уверены подавляющее большинство украинцев. Это не голословно. Киевский международный институт социологии опубликовал исследование, которое показало, что 69% украинцев открыто симпатизируют Израилю, верят в его победу и лишь 1% уверенно поддерживает Палестину. Любопытно, что социологи сравнили это с показателями в других странах, в том числе в Соединенных Штатах, в Великобритании. И вот, например, поддержка Израиля в Украине вдвое больше, чем в США и втрое даже больше, чем в Великобритании. Ну, если говорить о России, там поддержка Израиля составляет всего лишь 6%, однако вот сравнивая с Соединенными Штатами и с Великобританией, мне лично приятно. Не знаю, можете как-то объяснить такие показатели? Да, конечно, вы знаете, я могу это объяснить, я выскажу свое личное мнение, я не проводил никаких социологических опросов, да я и не социолог, как вы знаете. Однако я думаю, что тот факт, что когда ваша страна столкнулась с российской агрессией, когда это произошло, это большое горе, огромное количество граждан Израиля, совершенно искренне, притом далеко не все эти люди были русскоязычные или украиноязычные. Это было также огромное количество израильтян, которые вообще никакого отношения не имели к корням из Советского Союза. Тем не менее, огромное количество израильтян пронемонстрировало совершенно безоговорочную поддержку Украине и ее народу. И я хочу подчеркнуть, что объем гуманитарной помощи, который был оказан государством Израиль, Украине, это абсолютный рекордсмен. То есть Израиль никогда в истории не оказывал таких объемов гуманитарной помощи. Израиль послал госпиталь, как вы знаете, который работал несколько месяцев недалеко от Львова. Сегодня уже не является секретом то, что проводились с первых недель войны консультации и обмен опытом и информацией между офицерами наших армий. То есть сотрудничество было на самых разных уровнях. Большое количество, сотни, если не тысячи волонтеров из Израиля поехали в Украину для того, чтобы помочь украинскому народу в самых разных областях. И украинский народ эту помощь ощутил, украинский народ эту помощь запомнил. И когда произошла беда у нас, то украинский народ откликнулся искренне поддержкой. И вы знаете, интересно, что сегодня, вот вы упомянули две великие державы, очень важные, Соединенные Штаты и Великобритания, где в общественной жизни происходят очень неоднозначные болезненные процессы. И в этих странах, знаете, я вот использую сейчас этот мем российский, не всё так однозначно. Однако вот это вот умение распознавать между чёрным и белым, делить на добро и зло мир, оказалось, что это намного в большей степени присуще государствам, может быть, не столь могущественным и значительным, однако, может быть, на своей шкуре испытавшим, что такое агрессия, что такое потеря суверенитета, что такое геноцид, что такое концлагеря. И я сейчас имею в виду такие государства, как, например, Чехия, как, например, Польша, как, например, страны Балтии, как Украина, как Грузия, или, как сегодня говорят, Георгия, и другие государства, которые, знаете, наша страна, Израиль, может быть, это государство не первой линии, знаете, немогущественные державы, такие, как США, или Великобритания, или Франция, однако вот какой-то фундамент общий эти страны объединяет. И если в 68-м году чехи ощутили на своей шкуре, что такое братские объятия советского народа, и руководящие линии коммунистической партии, то сегодня они оказывают поддержку вашему государству очень последовательную. И вот когда у нас началась война, именно Чехия, было то государство, которое в Европарламенте поддержало, ну, неоднократно Израиль поддерживает. И, ну, Украина, она не входит в Европарламент, а не является членом ЕС, да, но со стороны Украины тоже я один раз сказал эту фразу, потом уже пожалел о ней, потому что выяснилось, что я неправду. Я сказал, что Украина — это единственное государство, в котором не было пропалестинских демонстраций. И то меня стали поправлять, что таких демонстраций не было в таких государствах, как Георгия, Грузия, да, как та же самая Чехия, тоже там не было таких демонстраций. Страны Балтии там не было таких демонстраций. И я потом понял, что, ну, я просто вот так для красного оснастал, как говорится, сказал, поэтому я вот восстанавливал такую справедливость. Но, безусловно, я перечислил сейчас страны, которые вот как-то сейчас объединили события, вот эти ужасные, кровавые последних лет, вокруг понятия добро и зло, правда и ложь и так далее. Я, кстати, в этой связи хочу выразить слова соболезнования и искренней поддержки народу Чехии, где произошел сегодня чудовищный теракт. Уже вот на сегодняшний день известно 15 погибших, десятки ранены. Кто стоит за этим терактом? Является ли это действительно действие двух одиночек? Пока трудно об этом сказать. Но вы знаете, как раз сегодня полиция Чехии заявила, что она обезвредила террористическую группировку, которая готовила в следующем году теракты в посольство в Чехии. В посольство в других стран на территории Чехии, в Праге, это такие государства, как США, Израиль и Китай. Вот такой список. И вот обезврежена как раз эта группировка террористическая. Я не знаю, связаны ли эти события между собой, но вот такое, казалось бы, мирное государство в самом центре Европы. И тоже терроризм вот такой кровавый след там оставил сегодня. Я думаю, что и народ Украины, конечно, солидарен с чешским народом в этой их беде, и народ Израиля, конечно, солидарен. И мы все выражаем соболезнования чешскому народу и слова поддержки. Да, однозначно. Друзья, ваши слова поддержки оставляйте в комментариях. И народу Чехии, и, конечно, народу Израиля, который вы и так всегда поддерживаете. Слова не должны утихать. Слова это меньше, чем мы можем сейчас помочь. Поэтому, друзья, пожалуйста, ждем вас под этим видео. Кстати, под этим видео вы найдете также ссылку на YouTube-канал Григория Тамара. Обязательно подписывайтесь. Также не забывайте о YouTube-каналах Дмитрия Гордона, Олеся Бацман и в гостях у Гордона. Господин Тамар, мы обязательно сегодня вернемся еще к теме Израиля и поговорим о том, что происходит в вашей войне. Это однозначно интересно, и мои зрители не простят меня, если мы об этом не уделим, это большую часть нашей беседы. Однако есть несколько новостей, которые вызвали широчайший резонанс в Украине. Я попрошу вас их прокомментировать как раз с точки зрения войны, которую ведет Израиль, с точки зрения израильской истории. И вот просто разорвал все, скажем так, первые обложки, первые страницы СМИ, ну я фигурально говорю, сайты все, заявления министра обороны Украины Умерова, который рассказал в интервью немецкому изданию о том, что хочет мобилизовать украинцев, которые находятся за границей. Он говорит, что, например, в Германии есть огромное количество украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Не только в Германии, но и в других странах они проживают. И вот в следующем году они должны будут явиться в призывные пункты вооруженных сил Украины, иначе к ним будут применены санкции. В Минобороны уже, правда, пытались объяснить, что о наказаниях пока речь не идет, то есть наказания не планируются, однако вот паника такая, какое-то недопонимание уже начало происходить. Я сейчас даже попрошу не давать оценки высказываниям министру обороны, а вот скорее поговорить о тех гражданах Израиля, которые были за границей на момент начала войны, которую развязали террористы Хамас, руками террористов Хамас. Можем ли провести, рассказать о том, как происходило вот это единение даже тех, кто находился за территорией Израиля, и возможно провести какие-то параллели, аналогии вот с такой инициативой министра обороны Украины? Вы знаете, я прежде чем начать сейчас вот свой рассказ, я хочу подчеркнуть, что я не хочу проводить параллели, потому что я понимаю, что обстановка в Украине, обстановка в Израиле, они очень сильно отличаются. Я понимаю, что Украина находится в начале строительства своей государственности, это очень молодой государственный. Более того, это государство, которое большую часть в своей истории было демилитаризировано. Сейчас я не буду давать оценки, как проходила эта демилитаризация, я констатирую факты. И фактически вооруженные силы в какой-то степени создавались, если не с нуля, то с очень, так сказать, низкого этажа. Не были заложены определенные основы взаимоотношений между армией, народом, государствами, армией и так далее. Поэтому я сейчас все, что я скажу, я скажу не с позиции критики по отношению к народу Украины. Народ Украины проявил несгибаемое мужество, и армия Украины проявила доблесть, которую отмечали все здравомыслящие военные эксперты в мире и израильские военачальники в том числе. Отмечая, вот я, если хотите, позднее расскажу, там я слышал аналитический обзор одного израильского основного генерала касательно действий ваших войск где-то на третий-четвертый месяц. Но, тем не менее, я сейчас скажу по поводу Израиля. Вот вы попросили меня рассказать, я расскажу. Это не первый раз такое происходит. Это происходило всегда. Но дважды это происходило наиболее выраженно, наиболее пронзительно, наиболее очевидно. Это 50 лет назад, когда началась война судного дня, когда на Израиль вероломно напало два арабских государства. Наш святой день, судный день, это Египет и Сирия. И вот сейчас, после событий 7 октября, во-первых, это была суббота, и огромное количество компаний просто не летало в этот день. Ну и аэропорт у нас работает не в полном объеме. Тут же стали многие фирмы отменять рейсы в Израиль. Непонятно было, насколько это безопасно. Но, тем не менее, толпы израильтян ломанулись просто перекладными путями, какими-то окольными тропами. Кто-то прилетал даже в Египет и потом на машине ехал в Израиль, потому что, как вы знаете, между Египтом и Израилем были договоры, в принципе, можно и на машине попасть через Иланд. То есть принимали самые невероятные усилия для того, чтобы оказаться здесь и призваться в резервистские сборы. Я вам хочу сказать, я говорю это не для того, чтобы хвастаться. Упаси Господи, я это говорю даже с некой болью, с разочарованием. Я уже три года не делаю резервистские сборы по возрасту, но я, как очень многие люди моего возраста, предпринял огромное усилие, чтобы попасть резервистом в армию, задействовал свои связи, по блату пытался в армию попасть. Мне не удалось пока. Меня взяли в список резерва, что вот если понадоблюсь, тогда меня призовут. Вот. То есть явка была на призывные пункты. Кто-то говорил сначала 120%, сейчас все говорят, что 150%. В любом случае, опять же, вот я по ошибке сказал, что это самая была значительная мобилизация за такой короткий срок в истории. Оказалось, что я был неправ. У нас за трое суток было призвано 360 тысяч человек, а вот оказывается, во время Второй мировой войны в Швейцарии было призвано за трое суток 700 тысяч человек. Но там немножечко отличалось тем, что все резервисты имели у себя дома полностью военную экипировку и оружие. А у нас такого не происходит, нужно явиться на базу. В любом случае, это темпы, ну, очень впечатляющие. Я также знаю, что в начальный этап войны толпы украинцев стояли в очереди в призывные пункты и тоже по блату пытались попасть в армию. Такие случаи я знаю лично, так что в этом отношении. Я понимаю прекрасно, что у вас война идет очень долго уже, и я тоже не провожусь в параллели. Но я хочу сказать, что и у нас бывали долгие войны. Например, война за независимость 1947 по 1949 год, она длилась по полтора года. Война на истощение длилась с 1967 по 1971 год. Четыре года длилась война и была очень напряжена. Тем не менее, на каком-то этапе стало понятно, что такое количество резервистов не нужно. Стали потихонечку людей отпускать. На сегодняшний день, насколько мне известно, примерно четверть миллиона человек осталось в активной службе, что тоже как бы немало, естественно. Ну и давайте не будем забывать, что 180 тысяч личного состава – это наша армия срочной службы. То есть более, ну вот скажем, почти полмиллиона солдат под ружьем сейчас находятся в Израиле. Конечно, это большая нагрузка на экономику. У нас население 10 миллионов человек. Вот. Теперь, почему это происходит? Что произошло, я вам объясню. Почему это происходит? Потому что одно из главных достижений общественного строительства в нашей стране заключается в том, что армия действительно является народом. И вот сейчас эти события продемонстрировали, на мой взгляд, очень ярко вот этот спор, где у меня была однозначная позиция давно. Какой должна быть в Израиле армия? Все-таки народной или наемной профессиональной, как в США? И я всегда говорил, что Израиль, если мы пойдем по пути профессиональной наемной армии, это будет конец нашей государственности. Потому что у нас армия – это намного больше, чем просто вооруженные силы. Это фундамент нашего государства. Мы, знаете как, у нас очень развитая культура, театр, симфоническая музыка. Наш симфонический оркестр – один из самых уважаемых в мире. У нас есть художники прекрасные, скульпторы, ювелиры. И мы все немножко афины. Мы любим хорошо покушать, выпить хорошего вина. Но мы также все немножко спарта. Мы все немножко спарта, потому что армия является фундаментом нашей ментальности на царе. И если армию у нас сделать профессионально, и она перестанет быть народной, то будет размыт фундамент. У нас очень большое расслоение в обществе между богатыми и бедными. Если сравнивать нас с другими развитыми капиталистическими странами, как Франция, страны Скандинавии, например, мы примерно такой же разброс сопоставим с тем, что в США происходит. Поэтому армия является фундаментом общественным. Также армия является социальным лифтом, гарантированным социальным. Я не видел еще ни одного человека, который бы служил в элитных частях и был бы офицером в этих элитных частях, и у него бы не сложилась жизнь. Ну, понятно, что всякое может случиться. Человек может заболеть, у него могут быть нарушения здоровья, психики, какие-то трагические неудачи. Но в целом, я говорю, статистически, для меня лично в свое время офицерские курсы были очень мощным социальным лифтом. Они просто поделили мою жизнь на до и после, в каком-то смысле. Я про себя лично говорю. И вот этот момент уверенности солдата, что если с ним что-то случится, то не просто его товарищи не бросят, а вся страна будет его вытаскивать. И если он будет ранен, то его будут лечить. У нас есть такая общественная организация «Дом инвалида армии обороны Израиля». Шесть филиалов в самых крупных городах страны находятся. Это такие реабилитационные центры общественной, спортивной и социальной реабилитации. Так вот, это наполовину финансируется, грубо говоря, государством, а наполовину финансируется различными пожертвованиями. И вот интересная статистика. Вообще в мире, вернее, неправильно, не так, не в мире, а в Израиле 65% взрослого населения — это люди, которые работают. Ну, не 100, а 65. Почему? Потому что есть безработица, да, и есть представители ультрарелигиозного сектора, которые получают стипендии за то, что они изучают ТОРУ. Большая наша общественная тоже проблема. Не хочу в это углубляться. Я категорически против этого положения вещей. Но таких, как я, очень много, но сейчас не об этом расскажу. Итак, 65% взрослого населения работает. Да, и еще такой нюанс, что в арабском секторе очень многие женщины не работают. Тоже общественная проблема такая. Так вот, среди инвалидов армии обороны Израиля работает 75%. То есть выше на 10%, чем средний процент по израильскому обществу. Это какая вкладывается энергия общества, чтобы людей вернуть к труду. Притом это не обязательно, это не то, что там люди у станка стоят, там гайки, то что, да, на заводе. Это друг в самом широком смысле этого слова. Кто-то занимается бизнесом, кто-то занимается академической деятельностью, кто-то занимается там, работает, кто-то самозанятый, кто-то, наверное, работник, кто-то на полставки работает и получает там пенсию по инвалидности. Но в целом 75% инвалидов армии обороны Израиля, которые вот вышли на инвалидность, они... И это огромный показатель, это очень индикативно. Так что вы знаете, учитывая, что ваше государство, к несчастью для вас и к несчастью, на самом деле, для всего цивилизованного мира, столкнулось с такой вот тёмной силой, с такой жуткой угрозой, если вы не выработаете вот эти вот механизмы, которые создадут ресурс общественного доверия к армии, и если армия не будет восприниматься как место, где о тебе позаботятся, где тебя поддержат, где тебя поднимут и где тебе дадут возможность с честью защищать свою страну вам будет очень сложно. Потому что единственная ваша возможность победить, это сохранять конкурентное преимущество. То есть с точки зрения качества человеческого материала превосходить ваших противников, потому что их больше, и у них больше ресурсов. Значит, вы должны быть лучше. А вот то, что я вам сейчас сказал, это вот так можно стать лучше. Спасибо за вашу корректность, господин Тамар, что вы не стали отдавать оценки инициативе министра обороны. Пускай оценки свои могут дать наши зрители по поводу желания мобилизовать украинцев, которые находятся за границей, в первую очередь мужчин, конечно, мы говорим. Ваши мысли будут очень интересны, мне лично, и, возможно, обсудим их в последующих интервью.